МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Комиссарова. Подведем итоги недели в ближайшие полчаса. Смотрите далее. По тонкому льду настало время смельчаков, стекающихся на водоемы. Спасатели на чеку и тщательно наблюдают со зимними рыбаками. Время вдохновения и волшебства зимние пейзажи рязанских живописцев на выставке в художественном музее. Бойцы невидимого фронта в библиотеке Горького подведены итоги работы пресс-служб разных ведомств и организаций. Оценивали журналисты. Работа любого средства массовой информации – это тесное сотрудничество журналистов с представителями самых разных организаций и ведомств. Газета «Комсомольская правда» уже три года анализирует это сотрудничество. Своим коллегам из СМИ региона издание предоставляет специальные анкеты, благодаря которым мои коллеги могут оценить, насколько просто и полно можно получить информацию от той или иной пресс-службы. Итоги взаимодействия в 2020 году подвели библиотеки имени Горького. Насколько легко достать полную и достоверную информацию о событии или объекте, чтобы впоследствии переработать в новость, которая поступит потребителю, людям? Главный критерий оценки работы пресс-служб. За три года, в течение которых такая оценка дается по инициативе «Комсомольской правды», уже проявились определенные закономерности. Силовые структуры, государственные структуры, у них работа со СМИ, работа с сообществом, она налажена лучше. А мы, конечно, очень хотим, чтобы у коммерсантов она была налажена не менее хорошо. Победителем не в первый раз стала пресс-служба управления Следственного комитета Паризанской области. И здесь, пожалуй, любой из моих коллег подтвердит, что активность Анжелики Евдокимовой, которая лишь недавно сменила должность старшего помощника-руководителя по работе со СМИ, которая занимала много лет, действительно заслуживает высшего балла. Наше следственное управление огромное значение придает работе как раз со СМИ. Мы стараемся донести правду, потому что только правда, только искренняя позиция, она дает обожжение прежде всего и населения, и журналистское сообщество. Всего 0,02 балла отделили от первого места Лидию Родину, которая представляет пресс-службу Росгвардии. Секрет в том, что я люблю свою работу. Я трудоголик, поэтому выкладываюсь практически на 100%. Не могу сказать, что на 100%, но, наверное, на 98% выкладываюсь. Если выложусь на 100%, будет еще лучше. Попробую в следующем году выложиться на 100%. Помимо абсолютного первенства, наши коллеги из комсомолки определили и другие номинации. К примеру, активность пресс-службы. И здесь лидером стали специалисты из администрации города. Спасибо, в первую очередь, за такую высокую оценку. Но справляемся, конечно, благодаря нашему замечательному коллективу, нашей сплоченной команде. Нам все помогают, ответы дают быстро. Мы всегда тоже стараемся, в свою очередь, ничего не задерживать и с журналистами общаемся. Максимальный прорыв развития. Кроме таких номинаций, выбрали и победители по антитенденции. Хуже всего, по мнению представителей Рязанского журналистского сообщества, работают специалисты пресс-службы «Технониколя». А сильнее всего сдали свои позиции за год специалисты «Мармакс». И тем и другим также вручат грамоты лауреатов антитрендовых номинаций. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Ежегодно, как только лед сковывает водоемы, сотрудники МЧС начинают рейды, чтобы проверить безопасность страстных любителей зимней рыбалки. В такой рейд в пятницу утром отправилась и наша съемочная группа. Я уверен в этом водоеме на 200%. Именно так размышляют рыбаки, выходя на лед в зимний период. Чаще всего жертвами коварного льда становятся любители зимней рыбалки и дети, случайно попавшие в полынью. И если за вторыми должны хорошо присматривать родители, проводя с ними воспитательные беседы, то с рыбаками ежедневно общаются сотрудники МЧС. Проводим сегодня профилактический рейд в преддверии выходных дней еженедельно. Усиляемся мы в выходные дни и инструктируем любителей подлёдного лова, раздаём листовки, чтобы вы соблюдали безопасность при проведении рыбалки. В памятках говорится о том, как правильно выбираться из полыньи. Кроме того, описываются те места, где можно в неё попасть. Самые опасные места на водоёмах находятся у береговой линии, в местах скопления снега, у зарослей камыша и тростника, в местах, где бьют ключи, впадают ручьи и реки, а также у стоков заводов и ферм. В подобных рейдах спасатели всегда напоминают о том, что рыбакам необходимо иметь с собой средства спасения. Надо с собой иметь хотя бы верёвку, и каждый человек должен соблюдать меры безопасности для себя. Погода переменчивая, толщина льда тоже меняется. Вот мы сейчас померили ваши очередные лунки. Вот сейчас на данную минуту составляет 25 сантиметров. Не везде толщина льда одинаковая. А в тех местах, где ставили сети, сейчас его почти нет. В том случае, если пройдёт снег, эту яму люди могут просто не увидеть и провалиться. В таком случае может помочь конец Александрова, который утопающий может накинуть на локоть, а окружающие смогут его спасти. Так верёвка не будет проскальзывать в руках. Должны быть, конечно, и жилеты. В жилете есть свисток, когда отдельно сидящий уже рыбак там попадает в ситуацию непростую. Мог свистнуть, позвать себе на помощь. Когда есть верёвка, опрокинул там соседу своему и, конечно, спасётся. Все эти меры безопасности написаны на основе реальных событий. В этом году в Рязанской области уже случился несчастный случай. В выходные в Шиловский район приехала группа рыбаков на автомобиле из города Рязани. Разошлись по пойме реки, начали ловить. Каждый в разных местах установил свои лунки. Когда уже начало темнеть, в сумерках, начали собираться. Один из рыбаков наиболее удалённом месте ловил рыбу. И когда он шёл в своей группе, он провалился под лёд и утонул. Тело погибшего достали водолазы. Помните, безопасности необходимы тем, кто любит покататься на коньках на водной поверхности. Я сейчас обращаюсь в том числе и к родителям. Нельзя детей без присмотра выпускать на лёд. Надо наблюдать за ними, надо смотреть. И в преддверии новогодних праздников тоже предупреждаемся. Мы будем усилять профилактические рейды на водоёмах. Надо соблюдать свою безопасность. Сотрудники МЧС ещё раз подчеркнули, что из-за переменчивой погоды выход на лёд может быть опасным. А рыбакам пожелали хорошего улова. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». А теперь к самым обсуждаемым темам недели. В Рязани состоялось заседание общественного совета при Рязанском управлении Федеральной антимонопольной службы России. На нём были подведены итоги работы ведомства в этом году. Больше всего внимания выступающие уделили пресечению повышения цен на продовольственные товары, а также цен на бензин. Продовольственные рынки в этом году были главным объектом внимания региональной антимонопольной службы. Рост цен на базовый набор молоко, сахар и подсолнечное масло, о которых говорил недавно президент страны, служба взяла под особый контроль. На заседании общественного совета при Рязанском управлении Федеральной антимонопольной службы России пообещали жёстко реагировать на изменения. В настоящее время осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен на продукты питания, прежде всего включённый в перечень социально значимых продуктов питания. И при установлении фактов завышения мы будем принимать меры реагирования, в том числе и в неплановые выездные проверочные мероприятия совместно с органами прокуратуры. При Рязанском у ФАС России работает горячая линия, куда каждый гражданин может обратиться и оставить информацию о необоснованном, как им кажется, росте цен на продукты питания. Подобная информация, поступающая от граждан, проверяется в рамках контрольных мероприятий. То же самое касается и контроля за розничными ценами на бензин. Поводов для беспокойства нет, вроде бы, но цена-то растёт. Мы тоже в постоянном режиме смотрим за ценами, показывают, что таких явных, ярких злоупотреблений организации уже не допускают. И каждое повышение цен мы анализируем причины, и, как правило, они обоснованы. Это либо рост акцизов, либо это какие-то инфляционные процессы в себестоимости, либо это оптовая надбавка, оптовая цена. И в такой ситуации мы сообщаем сведения в Центральный аппарат, который как раз является полномочным по контролю за оптовой реализацией нефтепродуктов. Стоимость топлива, разъясняли антимонопольщики, зависит от оптовых поставщиков. Как уверяют продавцы, розничная цена на 90-95% близка к закупочной. И за последние пять лет в Рязанской области к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства розничных участников не привлекали. Пока. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Жители Мервинской улицы этого события ждали долгие годы. И вот зимой 2020-го в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирован большой участок дороги в районе. 1,2 км дороги по улице Мервинской к сегодняшнему дню преобразились. Дополнительно был заасфальтирован участок в направлении Мервинского кладбища. Этот участок отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Муниципальный контракт по этому участку стал последним завершенным в этом году. Подрядчик выполнил ремонт в соответствии с проектом в установленные сроки. Средства выделили в сентябре. В ноябре шел на проектирование. Сами работы выполнялись в течение последнего месяца. Хорошо, что нам дала это сделать погода. В очередной раз европейская зима плюс совместная организация работы. Работали практически 24 на 7. То есть здесь виден общий труд как кураторов от управления благоустройством города, директора благоустройства города до подрядных организаций. То есть мои прорабы работали в тесном контакте с управлением. Поэтому своевременно решались все вопросы. Представители управления благоустройства, подрядные организации, депутатского корпуса и представители местных жителей сегодня приняли участие в приемке автодороги. Общественники явно остались довольны. Я очень люблю Мервина и очень болею за проблемы жителей. Вот то, что эта дорога построена, это просто гротеск. Я считаю, особенно старшему поколению эти тротуары. Много-много лет мечтали люди об этом. Сейчас глаз радуется и спасибо и всем строителям, и благоустройству города. В рамках работ заменили дорожное полотно, уложили бордюрный камень, отремонтировали съезды, подъездные карманы к остановкам, выполнили ремонт старого и устройство нового тротуаров. Кроме того, установлены дорожные знаки, нанесена разметка, пешеходные переходы, оборудованные светофорами. Установили пять новых остановочных павильонов. На участке появились две эко-парковки. Все в рамках требований нацпроекта и максимально комфортно для граждан на данном объекте у нас учтено и исполнено. То есть мы смогли обнаружить из замечаний то, что подрядчик немножко не успел на остановочных павильонах доставить облицовку. Это будет торг-стекло золотистого цвета, и будет на козырьке надпись каждой конкретной остановки, чтобы ее удобнее было опознавать. По словам подрядчиков, все замечания и предложения жителей улицы прорабатывались в процессе ремонта. В ходе приемки представители управления благоустройства попросили подрядчика оперативно завершить облицовку остановок. Работы будут завершены на этой неделе. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Жители дома номер 33 по улице Дзержинского обратились в нашу редакцию с коллективной жалобой на управляющую компанию МКД-сервис номер один. По их словам, коммунальщики обманом захватили управление домом, с жильцами ведут себя по-хамски на жалобы по техобслуживанию, либо реагируют с большим опозданием, либо вообще про них забывают. А после попытки сменить управляющую компанию, некоторым жильцам посыпались угрозы. Этому дому по улице Дзержинского 55 лет. Он еще помнит имена героев Ордена Славы. Но сегодня, как считают жильцы дома, героев здесь не осталось, а слава уже давно превратилась в хулу. Коммунальщики из управляющей компании называют их склочными и скандальными, дескать, замучили жалобами. Главное, подумал Лариса Пантелеева, утверждает, все претензии обоснованы. Во-первых, убираются очень плохо. Во дворе, видите, у нас такая грязь. Зимой у нас, когда вот здесь вот, досюда снег убирают, а вот здесь вот, где люди ходят, у нас старые люди, дом очень старый, соответственно, пенсионеров много. У нас женщины во втором подъезде вообще сломало ногу. Потому что ходить вот зимой здесь невозможно. Здесь вот такие колдовины. Потом в подъезде вот сейчас коронавирус не обрабатывалось ни разу. Дальше больше. Двери, по словам Ларисы Пантелеевой, в подъезде предлагают чинить самим, а уж если что, потекло с потолка, пиши пропало. Вот здесь у парня текло все. Вот чтобы ему сделали все это. Вот видите, что здесь вот получилось, здесь получилось. В течение месяца просили, чтобы все это отремонтировали. Потому что бесполезно просить. Жильцы 33-го дома от коммунального безразличия уже устали. Жалоб поднакопилось солидную пачку, но отреагировали в управляющей компании не на них, а на протокол собрания собственников. Которые еще в августе большинством голосов постановили сменить управляющую компанию. И вот тут началось. С просьбой отозвать свои голоса коммунальщики обращались практически ко всем. Золотые горы, может, и не обещали, но по слухам кого-то освободили от части квартплаты. За лояльность. А вот Ларисе Пантелеевой стали угрожать. Ну вот мы сходили в инспекцию буквально вечером, а утром мне позвонили в домофон и говорят, слишком много разговариваешь, скоро договоришься, ходи и оборачивайся. Заявление в полицию пенсионерка, конечно же, написала, но нам стало интересно, это кто тут пытается вернуть 90-е. МКД сервис номер один – это преемница ЖУ-1, которая, по словам жителей, тоже радости им не приносила. В офисе компании нам ничего пояснить не смогли, вернее, сделали это с заковыкой. Коллективная жалоба по поводу ненадлежащего исполнения обязанности. Нам бы хотелось комментарии получить. А это вам надо в Лидерфонд, компания такая. Вот они сейчас этот дом как раз переводят, Держинского 33, и там как раз вот собственность, которая в 2002 году, мы комментарии не даем. То есть, получается, если с претензиями, это к новой управляющей компании, которая, к слову, еще не вступила в свои права, а вот если собирать платежи, это к нам. Возмутительная избирательность. Руководителя нынешних управленцев на месте не оказалось, да и по телефону он был немногословен. Мы-то извиним, жильцы, вряд ли. Значит, есть что скрывать. А Ларчик-то просто открывается. С точки зрения собираемости, этот дом с пенсионерами один из самых образцовых в городе. 98 процентов. Кто ж откажется от такого лакомого куска? Тарифы за жилой фонд и коммерческий сейчас 14,41 и 17,48. Хотя, по-честному, они должны быть идентичны. При этом они сильно отличаются от общегородской ставки 13,26. Ну, товарищ, скажете вы, всего на рубль с копейками. Но это за метр. И ежемесячно. По году получается очень кругленькая сумма, если мы правильно рассчитали, 1180. Любопытно, где они? Вот и нам тоже. И это при том, что даже у городских энергетиков есть к этой компании вопросы. Мол, чувствительность к обращениям граждан, мягко сказать, оставляет желать лучшего. К сожалению, у данных компаний скорость оперативности очень низкая. Приступают обращения, когда в дежурную службу города, если в случае выходных, в начале отопительных сезонов также. То есть реакции своевременные от них мы не видим. Приходилось, кстати, запускать систему отопления с опозданием, но значительно позже начало отопительного сезона с помощью сторонних организаций. Де-факто свои обязанности эта управляющая компания, по словам жильцов дома 33 по улице Дзержинского, не выполняет уже давно. Де-юре новые управленцы должны вступить в права после Нового года. К ним кредит доверия у жильцов сегодня не ограничен. И на них возлагают большие надежды. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В городском дворце детского творчества завершили ремонт входной группы и обновили кирпичную кладку. Это было одним из пунктов публичных слушаний, к которым депутаты городской думы отнеслись со всей скорпулезностью. У дворца уложили новую брусчатку, установили новые вазоны. Впрочем, спикер гордумы Юлия Рокотянская и замглавы администрации города Надежда Штевнина проинспектировали не только этот объект. Рязанский дворец детского творчества переживает вторую молодость. После тщательного ремонта он почти такой же, как и 63 года назад. Вроде бы. Те же гипсовые пионеры, те же вазоны, та же лестница. А нет, лестница стала современнее и безопаснее. Родители, в первую очередь, родители, детей, которые каждый день приводят детишек на дополнительное образование. Чтобы это было безопасно. Да, чтобы это было в первую очередь безопасно. Конечно, согласен. Поэтому мы очень рады, что такой проект участвовался. А мы-то как рады, спасибо. Спасибо. Совместный депутатский корпус с администрацией поработали и результат мы видим все налицо. Новые ступени возводили из практичности, чтобы не скользили подошвы, чтобы дворнику удобно было их подметать. Впрочем, в плане надежности это еще не все. Тщательно поработали не только над внешней безопасностью, но и над внутренней. Второй момент – это требования новой противопожарной безопасности. У нас есть и зрительный зал, в котором есть сцена. И эта сцена была оборудована системой автоматического пожаротушения. Еще одна сцена в муниципальном культурном центре сегодня образцово-показательная. После ремонта здесь новые двери, решетки, кресла, паркет. И это тоже совместный проект городских властей. Самое главное, что просили – современная акустика и освещение. Главный зал заметно посвежел. На радость всем общественным организациям. Поменяли занавес, поменяли входные группы. И ждем зрителей для того, чтобы удивлять на сцене новыми идеями. Собственно, вот то удивление, которое построено на сцене – это онлайн-студия, в которой снимаются и записываются творческие номера всех коллективов нашего города. И поздравления, которые будут звучать в течение новогодних праздников. Удивлять здесь готовы постоянно, особенно под Новый год. Праздничная музыкальная программа – пока секрет, нам удалось зацепить лишь кусочек. Остальное – ближе к дате. Главная сцена станет специальной интерактивной площадкой. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В течение всего года правительство Рязанской области совместно с газетой «Комсомольская правда» реализовали проект «Нам есть кем гордиться». В рамках этого проекта вспоминали имена рязанских героев Великой Отечественной войны. И неожиданно нашли имя человека, который жив по сей день, но живет в Ейске. На этой неделе, 15 декабря, герою исполнилось 98 лет. 15 декабря 1922 года в селе Нижнее Ищередь, ныне Кораблинский район, родился Павел Андреевич Галкин. На фронте с июля 1943 года. К апрелю 1944 года на Северном флоте в качестве штурмана совершил 22 боевых вылета на самолетах П-2 и Бостон А-20G. Экипаж Францева, Галкина, Антипычева потопил две подводные лодки. Танкер водоизмещением 10 тысяч тонн, транспортное судно водоизмещением 1500 тонн, мото-бот, а также два транспортных судна водоизмещением 8 тысяч тонн в составе группы самолетов. Мы как-то уже привыкли чтить наших героев после смерти, если можно так сказать. То есть привыкли, что война была когда-то давно, что герои эти были когда-то давно. И вот эта память, она у нас, конечно, живет, но мы не можем сказать лично слова благодарности этим людям. А вот встреча с Павлом Андреевичем Галкиным это замечательный пример сказать то, что мы должны были сказать, то, что мы сейчас хотим сказать человеку лично. Сказать те слова благодарности, поклониться ему в пояс, потому что вот эти люди отстояли в свое время великую страну и дали нам, по следующим поколениям, шанс жить и жить достойно. Летом этого года делегация «Комсомольской правды» отправилась к Павлу Андреевичу в Ейск. Несмотря на множество журналистов, которые бывали у ветеранов последние годы, земляков фронтовик встретил с радостью. Когда он узнал, что из родной Рязанской области к нему приедут, он так немножко воодушевился. Но когда началась беседа, в принципе, мне кажется, он вообще был очень рад. Вспомнил, что мы рязанцы, казапка Сапуза и обнял нас. И на следующий день еще нас принимал. Результатом поездки стало шестичасовое интервью с фронтовиком. Прочитать полную версию в нескольких частях можно на страницах газеты «Комсомольская правда». И эта история стоит внимания. Ведь Павел Андреевич начинал свою службу в ПВО, затем стал пилотом. Безупречное знание географии и карт. Умение предугадать по косвенным признакам погоду сделало из него не просто уверенного летчика, но героя, который мог принимать решения, неожиданные для врага. У его сослуживцев существовало поверье – летишь с Галкиным, над морем точно сбит не будешь. Результатом нашего совместного проекта «Нам есть кем гордиться» стала вот такая книга. Они родились рязанцами, в которой мы собрали биографии всех героев Советского Союза, рожденных на Рязанской земле. В том числе здесь есть и биография Павла Андреевича Галкина. Он держал в руках эту книгу, почитал свою биографию, увидел, что все в ней написано правильно и написал нам стихи. Сегодня, в день рождения Павла Галкина, в Ейске находится представитель комсомольской правды Александр Ефанов. Ему поручили вручить герою памятный подарок от региона. Это последний, к сожалению, герой Советского Союза из ныне здравствующих, который родом из Рязанской области. Комсомольская правда и Рязани приехали в Ейск, чтобы отдать дань уважения ветерану и передать. Мы передали от правительства Рязанской области знак «Благодарность земле Рязанской». И, может быть, это будет звучать смешно, но мы передали и кирпич, кирпич. Обыкновенный красный кирпич, но это кирпич дома, где родился и вырос Павел Андреевич Галкин. Помнить о героях, пока они живы. Говорить спасибо, пока они живы. Это настоящая честь для благодарных потомков. Марина Кобесарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И в завершение выпуска о том, куда сходить в выходные. В отличие от столичных, Рязанские музеи открыты и с удовольствием принимают посетителей с соблюдением всех необходимых мер. В художественном музее в преддверии грядущих праздников открыли новую тематическую выставку. Здесь представлены картины с изображением зимы из фондов музея, авторства рязанских художников. В этих залах полсотни работ разных авторов, разных лет и разных техник. Объединяет их одно – мотив зимы. Городские пейзажи, картинки из леса, уютное жилище, уют которых лишь усиливается в контрасте с суровостью погоды. К этим темам обращаются практически все живописцы. Вот эта картина «Льва Костева, жаркая печка». Это аллегория такая, мотив уюта, тепла, какой-то близости нам всем. То есть то, что нам близко. Другой художник наш, рязанский Виктор Леонидович Грушновицкий, видит зиму, например, в таком букете из сухоцветов. Вообще тема букета из сухих цветов и окна, она всегда очень актуальна для зимы. Здесь можно увидеть и зимние полотна Виктора Минкина, выдающегося художника, чья персональная выставка прямо сейчас открыта в выставочном зале на улице Есенина. И работы Анатолия Ларюнина. Его персональную выставку лишь недавно можно было посетить здесь же, в художественном музее. Интересно познакомиться с работами выдающегося акварелиста Александра Печатного, датированными с середины прошлого века. На многих картинах знакомы любому горожанину места, осмысленные рязанскими мастерами. Название выставки «Вихре белой красоты» – это поэтическая строчка Александра Блока. Написана она в 1906 году. Каждый из художников, обладая своим профессиональным уровнем, своим образованием, своим видением, передает вот это тонкое поэтическое очарование зимней природы. Эта выставка состоит из работ, которые хранятся в фондах музея и написаны рязанскими мастерами. В постоянной экспозиции можно увидеть картины величайших классиков. К примеру, эта снегурочка принадлежит кисти врубеля. Именно ею вдохновились сотрудники музея. И встречать посетителей на зимнюю выставку будет сошедший с полотна фольклорный образ. Этот год был особенным. Этот год нас не баловал, не жалел и порой тиранил. Этот год, как девятый вал, подступал к любимой Рязани. Полной чашей пусть будет дом, Теплый свет живет за душою. Новый день приходит с добром, и с уверенностью, и с мечтою. С Новым годом, любимая Рязань! В январские праздники двери художественного музея будут открыты. Помимо действующих выставок планируются мастер-классы и новогодние музыкальные гостиные, с расписанием которых можно ознакомиться на сайте музея. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Смотрите наши новости, интервью и программы в социальных сетях и на сайте телекомпании. С вами была Марина Комиссарова. До свидания.